Есть замечательная книга французского исследователя Марка Ферро о том, как преподают историю детям в разных странах. Это очень забавная книга, где понятно, что каждая школа в каждом государстве, каждая государственная политика в истории пытается скрыть негативные факты из истории своей страны и назначить кругом всех врагами. И какая-нибудь маленькая африканская страна, она оказывается самой великой в школьном учебнике истории этой маленькой африканской страны. То есть в этом смысле мы ничем не отличаемся. Другое дело, что поскольку мы великая страна, мы можем позволить себе говорить правду. Нам не нужно искать искусственные славные истории страниц, они у нас есть естественные. Не нужно придумывать искусственных национальных праздников, как придумано 4 ноября. У нас, между прочим, есть 12 апреля, полет человека в космос, ничего не скроешь. У нас есть освобождение крестьянства, ничего не скроешь. Это непридуманные вещи. А когда вы придумываете внутри своей истории вещи, которые не подтверждаются историческими документами, рано или поздно граждане не будут доверять этому государству, даже в праздниках обманывают. Ну что это такое? Поэтому в этом смысле мы очень болезненно сейчас воспринимаем все нападки на ту или иную страницу нашей истории. А в нашей истории, как в любой другой стране, а в великой стране тем более, есть и славные, и грязные страницы. И иногда их отличить совершенно невозможно. В свое время были такие рассказы по истории СССР, рассказы по истории нашей Родины, где в такой художественной форме рассказывалось о отдельных историях, отдельных страницах нашей жизни. С другой стороны, в начальной школе есть такой предмет, как краеведение или история родного края. Очень много халтуры, ну потому что нет хороших учебников по истории, скажем, Оренбургской области для малышей или по истории Башкирии для малышей. Значит, нужно, чтобы на этом уровне местные власти озаботились созданием хороших учебников. И тогда это вполне можно изучать детям и 8-9 лет, я имею в виду в школе. Государственной политике в истории, на мой взгляд, быть не должно. А вот государственная политика в преподавании и истории, во-первых, нужно проводить очень жесткую экспертизу учебников. Не должно быть попадания в учебники как недостоверных фактов, так и особых мнений, что называется. Потому что мнения должны быть разные, мотивированные в одном и том же учебнике. С тем, чтобы ученики могли согласиться с тем или иным мнением и понять, почему то или иное мнение было принято. Ничего скрывать не надо, они все узнают сами. Существует огромное поле, повторяю, интернетовское. Если ребенок наберет Петр Первый, он там все прочитает. И достоверное, и недостоверное. Дети вообще не любят фальши. Они сами потом найдут и скажут, что учитель про это не сказал. Это он от нас скрыл. Тьфу на него. Не надо думать, что маленькие дети, глупыши, все проглотят и на всю жизнь останутся там в представлении, что Иосиф Сталин эффективный менеджер, а там, я не знаю, Иван Грозный кровавый тиран. И то другое неверно. Поэтому такие вещи надо изучать. И поэтому государство прежде всего должно заказывать учебники и осуществлять экспертизу учебников. А также должно, безусловно, проводить переобучение учителей, которые на сегодняшний день отстают от учеников по объему информации. Дети знают шире, безусловно. И государство должно учителям помочь, новые данные принять, что ли, не так, как учили в советское время. Я могу рассказать, что когда у меня были уже в последнее время пятые классы, когда появились компьютеры, мы с ними устраивали бегство с золотым руном. И на этом фоне изучали, именно компьютерная игра, изучали историю Древней Греции, в частности, историю мифа, вернее, о золотом руне. Поэтому для малышей, для младшего школьного возраста необходимо участие, или, вернее, соучастие в игровых формах, которые сейчас современная технология дает. Для старшеклассников совсем уже, я считаю, что это взрослые люди от 15 лет и старше, уже нужно заниматься анализом. То, что раньше в институтах называлось дипломами, то есть изучением проблемы, анализом проблем, анализом разных источников. Самое главное, научить их искать информацию и сравнивать ее. Ну, а что касается среднего возраста, то сейчас сказать трудно, потому что понятно, что школьники получают исторические знания отнюдь не на уроках и отнюдь не из уст учителя. Для меня в школе, школьный учебник истории, а по новейшей истории, это должен быть сборник документов. Там уже старшеклассники, уже даже не дети, они вполне в состоянии анализировать документы и самим принимать решения про то, про то, про то и про то. Государство обязано смотреть, чтобы весь массив документов, имею в виду все документы разные, разных политических сил, разных мнений были представлены в этом сборнике. Дети сами поймут, что хорошо, что плохо. Безусловно, должно сохраниться ЕГЭ в той форме, в какой она есть сейчас, потому что ЕГЭ открывает возможность для детей с провинции поступать в престижные московские вузы, не платя огромные взятки профессорам и не приезжая за тысячи километров, получив свои два балла и уезжая обратно к себе. Это очень важная социальная функция ЕГЭ, это такой социальный лифт. Но, помимо того, что тогда у детей есть одинаковый подход, все-таки дети индивидуальна, история, гуманитарная наука. Поэтому должна быть придумана или перепридумана, на мой взгляд, третья часть ЕГЭ по истории, где дети должны писать эссе. Эссе, назовем это исследование, назовем это эссе, они должны писать свои замечания и свои мысли по поводу той или иной страницы в истории. И оценивать должны мотивированность этих мыслей и этих выводов этого особого мнения эссе. Мотивированность. И если человек мотивирует правильно, исторично, с опорой на документы, с опорой на исторические источники свое мнение, значит, надо ставить ему плюс 100. Субтитры создавал DimaTorzok